вы смотрите урок поджумал 4 меня зовут федор васильев мы подобрались с вами к важной теме настройка групп пользователей и права доступа в этом видео рассмотрим основы принцип работы первое на что нужно обратить внимание напоминаю видео я уже об этом говорил в общих настройках на вкладке сайт вы всегда можете выбрать по умолчанию уровень доступа по дефолту у вас будет стоит публичный то есть при создании пунктов меню в дальнейшем если у вас стоит публичный до при создании статей у вас все по умолчанию будет доступ публичный публичный это значит человек зашел на ваш сайт не имеющий авторизацию на сайте не зарегистрирован у вас просто зашел вы никаких сведений от этого человека вы не знаете сайт если публичный он все сможет видеть на вашем сайте все что публично вот эта группа пользователей публично это для всех людей вот просто человек зашел и он все видит вы можете сразу сделал по умолчанию только для зарегистрированных и после этого когда вы сохранитесь вы начнете создавать пункты меню создавать статьи они уже по умолчанию будут только для зарегистрированных это получается человек зашедший на сайт не увидит элементы сайта потому что они будут в группе доступа зарегистрированы здесь уже человеку нужно будет зарегистрироваться например через модуль логин форм либо это может быть ссылка выведена в джумала регистрация пользователей то есть самые распространенные группы да это публичная группа и зарегистрированы у нас есть и другие группы это гость специальный супер юзер супер юзер эта группа пользователей с максимальными правами для вашего сайта то есть вы администратор сайта вы состоите в этой группе и у вас есть все права на этот сайт вы видите все на этом сайте как и в админской части так и на фронтальной части сайта соответственно на сайте может быть одновременно несколько администраторов без ограничений если сайт крупный если владельцев сайтов несколько человек они могут оба находиться с максимальными правами на сайте я в принципе наверное не рекомендовал бы здесь менять что-то оставить публичный вы должны еще понимать что вы можете в частном порядке при создании пункта меню при создании статьи назначить ту или иную статью в группу зарегистрированы и любую другую группу по дефолту который создан в джумали мы с вами статьи еще не проходили это будет следующих видео но я просто стрим к вам покажу вот при создании статьи вот это сейчас у нас есть начало создания статьи здесь у каждой статьи видите будет доступ вы можете отдельно каждую статью если это нужно сделать например эту статью только для зарегистрированных с каким-то другим там контентом который вы хотите показывать только для зарегистрированных сделать только для публичную ну тогда она будет по дефолту стоять или можно сделать только для супер администратор в данную статью чтобы она доступна была только администратором сайта но или друг другим группам пользователей например спешил специальная да также это можно в модуле в каждом модуле то есть отображение на сайте вот это у нас все майн меню вывод меню вывод авторизации на сайте и например вот внизу есть модуль да тоже популярные метки другие материалы этот каждый модуль тоже может быть в группе зарегистрированы специальный и так далее и каждый пункт меню тоже может быть своей группе или могут быть они все быть публичным вот часто они все по умолчанию публичный вот это поиск у нас здесь находится он выводится модулем это все у нас будет отдельные уроки по модуль отдельная ветка с уроками будет это будет все позже но просто вам говорю сейчас по теме то что модуль поиска тоже может быть назначен какой-то группе помимо существующих групп jumla вы можете создать неограниченное количество дополнительных для себя групп и прав к этим группам сегодня в этом видео мы на практике посмотрим как это работает и начнем мы с группы гость я хочу чтобы вы понимали но всю прелесть данной группы по умолчанию в jumla я приведу пример вы на своем сайте вывели в модульные позиции рекламу просто какая-то реклама и вы хотите чтобы рекламу видели все не авторизованные пользователи человек если зарегистрируются у него есть некая привилегия для его можно рекламу например не показывать как это сделать возьмем в пример что вот этот модуль меню допустим это рекламный модуль как это сделать нам нужно пройти в этот модуль мы переходим панель управления из быстрого доступа можно перейти в модули я его найду вот он здесь у меня называется майн меню у вас он будет также называться заходим находим доступ и просто выбираем здесь гость сохранить закрыть смотрите чтобы у вас кэш на сайте не был включен а иначе вы изменения не увидите смотрите что происходит сейчас я вижу данный модуль если я обновлюсь я не авторизован я продолжаю его видеть представьте что это рекламный модуль сейчас я авторизуюсь под тестовым пользователем у меня есть пользователь мы с вами создавали их ранее предыдущих уроках два пользователя есть вася и коля с логином тест 1 тест 2 давайте я зарегистрируюсь под логином тест 2 потому что у него права только зарегистрированы у пользователя тест 1 несколько прав несколько групп это регистратор и идитор редактор сейчас мы с вами дойдем до групп то есть вы должны понимать что человек может одновременно состоять в нескольких группах это говорит о том что прибавляя человеку каждую новую группу вы прибавляете ему дополнительных прав на вашем сайте о каких правах идет речь сейчас до этого дойдем тест 2 у меня просто зарегистрированный пользователь я авторизуюсь обратите внимание сейчас на модуль майн меню он исчезнет после авторизации есть только логин форм авторизация майн меню модуль представьте вот он был рекламный модуль все и по вашему сайту везде могут быть например рекламные модули зарегистрированный пользователь их не увидит вот прелесть уровне доступа вот этого гость я верну модуль обратно в доступ паблик как назначать группу вот находимся мы в пользователях да давайте представим что вася у нас человек доверенное лицо или наемный сотрудник который помогает вам вести сайт он публикует статьи вы хотите дать ему доступ в админку заходим в него как вообще человеку назначить группу он по умолчанию будет зарегистрированы пускай это будет идитор редактор ставим напротив птичку сохранить закрыть но если я сейчас попытаюсь выйти из админки то есть вы человеку объяснили все дали доступ человек из админки не может попасть ему все-таки нужно назначить дополнительные права у него нет прав я возвращаюсь как админ на сайт вы переходите в глобальные настройки переходите на вкладку права доступа то есть самые глобальные параметры прав доступа здесь находится видите в общих настройках права для всего сайта вот это надо понимать это действие для всего сайта здесь выбираете кликайте по группе идитор редактор смотрите вход в панели управления стоит запрещено красным светится здесь можно ему разрешить вы должны понимать когда вы разрешаете доступ он в админке будет видеть то есть иметь полномочия далеко не все он не может навредить вам то есть удалив вас там из списка администраторов или удалить что-то важное на сайте сейчас мы пройдем как редактор на сайт и посмотрим что нам доступно здесь я выполнил разрешено далее фильтр текста тоже вы должны понимать смотрите автор он будет находиться в черном списке чтобы вы понимали даже при создании статей он не сможет внедрить какой-то код то есть например если мы ему выставим нет фильтрации как это выставлен у супер администратора или белый список но опять же надо тестировать вот нет фильтрации это значит что он сможет возможно через статью на сайт внедрить какой-то код но пока идитор находится в черном списке по умолчанию у него будет реально урезанные права вы должны понимать что он навредить сайту не сможет нажимаем сохранить и можем протестировать выйти в админку попробовать зайти как тестовый пользователь если вы ранее уроки смотрели вы видите поменялся цвет это монохронный режим например если проблемное зрение у этого пользователя как раз назначена такой дизайн отображения здесь как бы ничего страшного вот он человек тестовый да он сейчас зашел вы уже видите некоторых модулей здесь не хватает урезанные опции причем урезанный как он даже статью не может создать вам специально час показываю что он видит он видит справку он видит пользователей может перейти в пользователь он не может управлять пользователями то есть он их не может выделить он не может их действие кнопка не активно он не может их удалить но она не видит статьи ему не хватает прав чтобы он мог публиковать статьи из админки давайте это исправим нажму выход и опять авторизуюсь как администратор на сайте видите как администратор видит админ панель я вижу все да и здесь кстати у вас статистика если вы модуль этот не отключили коля область системы сайт то есть он заходил на сайт в такую-то дату то есть вы можете контролировать все видеть возвращаемся глобальные настройки права доступа выбираем editor здесь давайте попробуем сделать доступ в панель управления разрешено вот обратите внимание ниже удалить видите ему не разрешено удалять элементы ему изменять состояние не разрешено редактировать свои разрешено то есть скорее всего он сможет редактировать свои статьи например давайте попробуем с этим правами мы поменяли два правила вход в панель управления и доступ в панель управления разрешено сохранить закрыть с этими правами мы заходим и здесь у него уже есть больше полномочий например материалы уже созданные материалы которые вот здесь по дефолту допустим это создал другой администратор или вы создали смотрите то есть это не его статьи вы видите он их удалить не может я вот выделил и нету кнопки там удалить то есть он ничего не может делать он может только зайти в данную статью он может редактировать тоже статью но удалять он не может и создавать статьи он тоже может конечно сейчас мы рассматриваем только базовые какие-то моменты вот этот редактор когда у нас будет урок про плагин тени мсей его тоже можно назначить группам пользователей уменьшить вот эти кнопки чтобы у него не было возможности вот вот этих всех оставить самое необходимое сделать жирным наклоном там подчеркнутым об этом тоже будет урок вы должны понимать что если вы даже не хотите давать доступ даже несмотря на то что вы можете ему тут все закрыть кроме того чтобы мог создавать статьи вы все же не хотите давать доступ в админку никому то вы можете с фронтальной части сайта вывести пункт меню через который человек другой сможет публиковать статьи на модерацию то есть он создаст вы проверите все нормально опубликуете то То есть через фронтальную часть сайта он вообще не сможет ничего делать, кроме создания статей. И мы с вами обязательно пройдем этот момент, когда у нас будет серия уроков про ссылки меню. Чтобы вы не боялись, он ничего с этими правами не удалит. Вот я зашел в плагины, еще раз вам показываю. Вот плагины выделяю. Нет кнопок управления. Если зайдем в расширение управления, как раз откуда плагины могут быть удалены. Есть только обновить кэш, а кнопки удалить нет. То есть он не сможет как-то серьезно навредить сайту с этими правами. Теперь поговорим про группы пользователей, которые вы можете создать. Как это сделать и кому это подойдет. Я переименовал в своих демо данных два пункта меню. Назвал курс 1 и курс 2. Представьте, что у меня есть два платных контента, два платных курса. Курс 1 и курс 2. У каждого курса своя цена. И каждый из людей, например, может взять какой-то из курсов. Например, Вася взял у меня курс только курс 1, но у него прав на курс 2 нет, потому что второй курс он не купил. Другой человек взял только курс 2, но у него нет прав на курс 1. И как это сделать на Joomla, если вы создаете много курсов и обычными группами пользователей вы не обойдетесь, потому что их не хватит. Вам надо каждый раз под каждый курс, под каждый свой платный контент делать уникальные права и давать их только тому человеку, который купил ваш вот этот платный контент. Вот как в этом случае поступить, давайте рассмотрим. Для этого вам нужно перейти к пользователю и развернуть меню группы пользователей. Здесь вы увидите все группы пользователей, которые у вас будут по дефолту. Они будут так же, как у меня. Здесь в колонках вы можете видеть, в какой группе пользователей сколько включенных пользователей. Тут 2, 1, 1. То есть получается, кликнув даже по этому моменту, мы можем видеть сразу список пользователей, находящихся в этой группе. И причем он может находиться один и тот же человек в нескольких группах одновременно. Вы это уже поняли. Супер юзер, соответственно, это я администратор. Смотрите, как мы делаем. Мы создали курс 1. Сначала мы создаем новую группу. Перешли в группы, нажимаем здесь создать. Заголовок. Чтобы не путаться, вы можете называть группы, как называется ваш курс. Потому что, представьте, пройдут годы, у вас будут десятки курсов, чтобы вы могли потом быстро ориентироваться, где, какая группа. И лучше как-то этот момент продумать для вас, как называть эту группу, чтобы вам было сразу понятно, что к чему. Родительская группа стоит паблиш. В принципе, можно оставить так. Ну или выбрать регистрированное, зарегистрированных. Нажимаем сохранить, закрыть. Группа пользователей успешно создана. Вот она у нас внизу, курс 1. Дальше, обязательно. Нам нужно зайти в уровни доступа. И создать уровень доступа для этой группы. Здесь вы наблюдаете те уровни, которые созданы в Joomla по умолчанию. Нажимаем создать. Назвать, я думаю, лучше так же, как вы назвали группу, чтобы просто не заблудиться и понимать, что к чему относятся. Перехожу на эту вкладку. Здесь я выбираю ранее созданную группу, которую мы только что сейчас с вами сделали. Курс 1. Вот именно так. Сохранить, закрыть. По сути, здесь все. Курс 1. Группа и уровень доступа. И давайте сразу создадим, так как у нас два курса, для курса 2. Курс 2. Уровни доступа. Создать. Курс 2. И назначаем группу. Для нее курс 2. Сохранить, закрыть. В дальнейшем уровни вы можете редактировать, выделяя, удалять, если уже не нужно. Или назначать новые, к нему подвязывать группы, к этому уровню, под названием курс 1. И так далее. Теперь закрываем контент. Курс 1 и курс 2 сейчас, если я перейду, вот, доступная страница, допустим, с платным контентом. Если я хочу закрыть всю страницу, тогда мне нужно пройти в меню. Опять же, про ссылки и меню у нас будут отдельные уроки. Вот у меня есть созданное меню курс 1. Я захожу внутрь. Нахожу здесь доступ в колонке. Выбираю из выпадающего списка, вижу мои созданные группы. Курс 1. То есть, эта страница с платным контентом подвязана к курсу 1. Сохранить, закрыть. То же самое у меня есть платный контент, другой уже контент в курс, курс 2. Здесь я выбираю курс 2. Сохранить, закрыть. Вы должны понимать, что сейчас я закрыл именно страницы. Целые страницы, в которые могут входить материалы, модули. Если нужно, можно закрывать не только страницы, а отдельные статьи на сайте, в котором есть какой-то платный контент. То есть, не всю страницу целиком, а на этой странице только одну из статей можно закрыть в платный контент. Сопутствующие модули, которые у вас выводятся в сайтбаре или внизу, или они могут выводиться на всех страницах, но каждый из этих модулей тоже может быть закрыт в одну из групп. И при назначении платной группы пользователю, когда он оплатил, например, ваш план и контент, одновременно он сразу видит все модули, все статьи, все страницы, которые вы, по сути, ему продали одним пакетом, одной группой пользователей. Вот этот курс 1, чтобы у вас была в голове картина, как это технически реализовано здесь, и как вы в дальнейшем сможете это применить. Вот я сейчас обновил страницу. Я авторизован как Коля, без дополнительных прав. Я не вижу курсов, они скрыты, как и планировалось. Если я зайду, соответственно, если гость зашел, гость тоже не видит. Если я зайду как администратор, то вы, как администратор, тоже не увидите своих же курсов. Вы должны это понимать и сразу же на этом этапе, когда вы создали дополнительные группы, зайти к себе как администратор и себе их тоже присвоить, чтобы вы, как администратор, видели все свои группы. Сохранить и закрыть. Для этого на сайте разлогинимся. Еще раз зайдем. После этого я вижу курс 1 и весь контент, который в нем находится, и курс 2. Соответственно, понятное дело, что другие пользователи, если сейчас авторизуются, они не будут видеть платный контент. Допустим, Вася купил курс 1. Он его оплатил. Вы потом к нему заходите и открываете ему доступ только к курсу 1, так как курс 2 он не купил. Сохранить и закрыть. Вася у нас под логином тест 1. Проверяем. Я авторизуюсь от тест 1. И смотрим. Он видит только курс 1. Видите, здесь просто нету курс 2, он его не видит. Все, контент он оплатил, он контент получил. Дальше проверим. А Коля купил курс 2. Сохранить и закрыть. Коля у нас под логином тест 2. Я разлогинюсь и зайду под тест 2. Посмотрим. Вы видите, он видит только курс 2. Соответственно, если человек купил оба курса, также уже по аналогии. Заходите к нему в настройки и добавляете ему новую группу, которую он по сути оплатил. Также в списке пользователей можем рассмотреть. Вот выделяем. Например, двух пользователей. Активируется кнопка действия. Эти все моменты вам понятны, но здесь еще пакетная обработка, которую мы с вами не посмотрели. Это массовое действие. Если у вас много пользователей, вы выделили группу. Здесь вы видите тоже новые созданные группы. И группа зарегистрированная. И что можно сделать? То есть массовое действие. Добавить в группу. Удалить из группы. Добавить в группу или удалить из других. Требовать сброса пароля. То есть требовать сброса пароля нет действий. И можно выставить да. Но давайте, чтобы проверить, я сделаю так. У меня, пускай этот пользователь купил оба курса. Сохранить, закрыть. И Вася купил оба курса. Сохранить, закрыть. Проверим. Допустим, выделили мы большое количество пользователей. Удалить из группы. И удалить из группы курс, например. И пускающий пароль для сброса. И выполнить. Как это работает? Здесь напротив пользователя будет висеть сообщение. Требуется сбросить пароль. И оно так и будет висеть, пока человек не примет меры. На почту это не отсылается. А человек, если обновить страницу и авторизуется. Вот Коля, я авторизовался. Для него будет висеть предупреждение. Для продолжения необходимо сбросить текущий пароль. И сразу ссылка открывается именно на сайте, где он может ввести пароль, подтвердить пароль и сохранить. Например, Коля внес пароль сохранить. Сообщение будет написано, профиль успешно сохранен. А в админке сайта тот человек, который сбросил пароль, у него предупреждение, видите, здесь исчезает. И, соответственно, мы же массово убрали из групп. Давайте проверим. Здесь только курс 2. Мы убирали из курса 1. Видим, что галочка снялась. И у этого пользователя проверим. Тоже галочки нет напротив курса 1. Вот так работает пакетная обработка. На базовом уровне в этом видео мы с вами рассмотрели, что такое группа пользователей и уровни доступа, и как с ними работать в Joomla 4. Продолжение следует...